Всем большой привет, девчонки! Сегодня традиционный домашний влог, я вам покажу свое приготовление к празднику, что я купила, в общем, так по мелочи, поболтаем, кое-что расскажу, свои какие-то впечатления, новости и так далее. В общем, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Итак, начать хочу с того, что праздники уже вот-вот не за горами, я продолжаю паковать подарки, у меня там под елкой лежат различные бумаги и так далее, сейчас буду запаковывать подарки. И хочу вам показать, помните, я вам показывала занавески, которые я купила, я все подшила, все сделала, в общем-то, повесила и сейчас покажу, как это все смотрится. В общем, вот, я уже всю красоту повесила и красный вот этот крест у меня теперь на столе с этими новыми подстилками специальными. В общем, вот так вот все выглядит и стало как-то очень-очень светло, хотя у меня там было достаточно светло, но с этими занавесками как-то совсем, не знаю, по-яркому как-то стало все выглядеть. Мне очень нравится. Единственное, что вот эта вот скатерть, которую я повесила, ой, повесила, постелила, она, видите, такая мятая, но она сделана из какой-то бумаги или вот что-то такое, какой-то материал. Я думаю, что это нельзя гладить, потому что если погладить, то я боюсь, что это просто сгорит. В общем, не знаю, надеюсь, что вот эта вот вся штука отвиснет и будет, не будет такой мятой смотреться. А единственное, что сюда нужно еще прибить такие вот специальные крючочки для того, чтобы вешать, как это называется? Фу, я не знаю, как это называется, чтобы, в общем-то, навесочку вот так вот, за крючочек, в общем, вешать и будет очень красиво смотреться. Я уже, кстати, купила, сейчас я вам покажу. Мне кажется, что очень так по-новогоднему все это смотрится. И посмотрите, какие просто замечательные снежинки получились. Даже издалека они видны и создают такое прям новогоднее какое-то настроение. Никаких украшений, по-моему, не нужно, когда висят вот такие вот просто очень-очень классные снежинки. Да, и на скатерти покажу вам вот такие вот олени у нас. И купила я вот такие вот держатели для занувесок. Не знаю, мне вот такие понравились. Они, конечно, достаточно такие громоздкие. И купила в разных цветах вот это, потому что у меня пойдет в столовую, а вот такие вот пойдут в гостиную. Они более такие шампань цвет, а этот металлический, наверное, под серебро. И они такие достаточно тяжелые, весистые. Я тоже надеюсь, что мне завтра муж тут все повесит. Мне очень нравится этот красный цвет. Он как-то освежает в целом всю такую вот комнату. Очень красиво смотрится. Кстати, да, вчера муж подарил мне розочки. Я люблю, кстати, розы. И, да, здесь стоит мой обруч. Я его частенько кручу, поэтому он у меня передвигается с места на место. И, конечно, когда какие-то гости приходят, я его сразу всегда убираю. Вот обруч, кстати, этот обычный. Он не утяжеленный никакой. Ну, вот с такими вот штучками. Но, в принципе, я хочу сказать, что очень быстро я привыкаю к нему. То есть у меня поначалу только были какие-то синяки на талии и так далее. И было очень больно. Но вот как-то сейчас уже не так. Так, если делаете перерыв, там, в неделю, допустим, то опять это все ощутимо. А так, в принципе, у меня очень кожа быстро привыкает к нему. Нужно либо слишком долго крутить, либо, я не знаю, как-то может быть утяжелять. Я видела такие обручи. Какие-то утяжеленные они есть. Но вот, к сожалению, я не знаю. Даже не знаю. В свое время я думала засунуть внутрь какие-то камушки. В общем, если вы знаете, как утяжелить этот обруч, что тут такое запихать, чтобы он был более тяжелый и эффективный, то напишите мне обязательно внизу в комментариях. Та-да-да-дам! Да, и у нас появилась фондю, о которой я вам так долго рассказывала. Вот такая вот фондюшница ко мне сегодня пришла. Я, конечно, ее особо еще не собрала. Я, честно говоря, не понимаю там пару моментов. И, как настоящая женщина, нашла лишнюю деталь. В общем, я не знаю, куда это крепится. Я думаю, муж придет, разберется. Я решила взять вот такую фондю вместе уже с тарелочками. Видите, здесь 6 специальных тарелочек, вилочки, ложечки. То есть, в принципе, целый комплект. И очень удобно, что она находится, сама фондюшница, на вот такой вот подставке. И, в общем-то, все очень удобно. По-моему, здесь вот, сейчас я вам покажу, где у нас должен гореть огонь. Есть специальная такая заслонка, видите. Можно, она крутится, и можно как бы закрыть полностью огонь, а можно открыть. То есть, тоже очень удобно, чтобы ничего не перегревалось. Не дай бог там что-нибудь сожжете, не знаю. Сыр какой-нибудь. Вот, но и это еще не все. Всеми правдами и неправдами я откопала вот такую вот книжечку про фондю. Я не думала, что так много вариантов фондю. Я просто пролеснула, я была просто поражена. Здесь очень подробно все расписано. Видите, о вине и напитках. И фондю, оказывается, и с коньяком, и с вермутом. И мясное, и сырное, и фруктовое, и какие-то там, знаете, и с уткой. Нереальной красоты. В общем, вот такую книжечку. Сначала подумала, зачем мне она нужна. А потом думаю, ну, пусть будет. Потому что я, в принципе, не знала, какое внутри содержание. Просто она стоила вообще какие-то копейки. И я, в общем, решила. Вот. По поводу вот этого фондю, которое я заказала. Потому что мы с мужем, ну, не то, чтобы специально ходили по магазинам. Но так, периодически какие-то, когда заходили в торговые центры. Мы смотрели фондю. Ну, как-то они стоили каких-то нереальных денег. И, казалось бы, ну, вот китайская вот такая вот хрень. Ну, потому что, ну, реально китайская. Ничего тут такого замысловатого нет. Не должна стоить там не 100 евро уж тем более, да. Вот. Поэтому я оставлю название и ссылочку на это фондю. И, наверное, оставлю ссылку, где можно по России вообще купить. Это с доставкой. Чтобы не переплачивать кучу денег. Вот. Так что, да. Мне очень все нравится. Я думаю, что в Новый год мы с большим удовольствием будем есть фондю. Есть фондю. Фондю не едят. Я на своем любимом месте, на диванчике. И просто решила с вами немножко поболтать. Помните, я говорила, что я вколола вот сюда вот, да, чтобы мышца, как это, ослабить мышцу, да, называется. В общем, да, вот если я сейчас вот так вот нахмурюсь, видите, вот я очень сильно нахмурюсь. То есть, практически здесь нету ничего. То есть, у обычного человека здесь сразу такая морщинка становится. Сейчас, так как у меня вколот вот здесь вот препарат, вот, по-моему, вот здесь, да, его вкалывают как-то так, то мышца не так сильно напрягается, да. Мне нравится. Прошло уже где-то, наверное, дней 10. Да, 10-11 дней прошло. И я сказала, через 12 дней я уже увижу прям окончательный результат. Но я уже как бы чувствую, что здесь прям так, не то что твердо, да, но вот когда ты хмуришься, чувствуется, что здесь... Мышцы не так сильно как-то напрягаются или просто ей что-то не дает именно так вот сокращаться. В общем, мне нравится результат. Супер. Еще она сказала, что когда я очень сильно улыбаюсь, у меня вот здесь вот появляются такие небольшие заломы, которые в дальнейшем, там, через пару лет могут привести к появлению первых каких-то морщинок, там, вот этих гусиных лапок и так далее. Она сказала, что вот сюда вот мне можно вколоть там буквально по 2 единички. Это очень-очень мало. 2 единицы – это, ну, вообще ни о чем. Для поддержания, да, так скажем. То есть, ну, вот я думаю, что в январе я, наверное, тоже сделаю такую процедурку. Вот, так что я пока довольна. Какие новости? Всю неделю я была в полной запаре, я вообще не высыпалась. У меня был просто атас какой-то на работе. Просто аврал, что я называю. Было очень много работы. Как обычно, перед праздниками или перед отпуском, я не знаю, почему так происходит. Вот всегда было бы так, потому что, на самом деле, я люблю свою работу. Я люблю, когда у меня много работы. Как бы не странно это звучало, но я реально люблю, когда у меня есть работа. Потому что бывают такие дни, когда ты сидишь как бы и бездельничаешь и думаешь, блин, что бы поделать, потому что делать нечего. И это реально скучно, и это просто время впустую. Вот, так что было очень много работы, поэтому я не высыпалась, потому что плюс еще какие-то домашние дела. Я приходила поздно с работы, я уходила рано на работу, что на меня не похоже, да. Плюс приезжали родственники из Эстонии, с которыми нужно было провести как-то время. Очень рады были их увидеть. Если кто-нибудь из вас сейчас смотрит это видео, то передаю вам огромнейший привет. Приезжайте еще в гости, и мы вас встретим. Гуляли, в общем, занимались различными делами, отдыхали, общались и так далее. Что, естественно, это также ночами гуляли. То есть, соответственно, утром надо было вставать на работу. Был какой-то день, когда я вообще поспала, по-моему, 4 часа, и потом пошла на работу еще целый день. Отработала, потом пришла, еще занималась домашними делами. В общем, вот просто сумасшедший дом был. Сейчас стало все поспокойнее, и я готовлюсь к праздникам. Если вы помните, то изначально я вам говорила, что мы собирались отмечать дома, посидеть. Так, не то чтобы отмечать, а просто посидеть, что называется, провести время с фондю. Но нас пригласили в гости. Ну, я не знаю, поедем мы еще или нет. В общем, посмотрим, как будет со временем, как вообще будет с настроением. И вдруг кто-нибудь из нас заболеет, потому что у меня начинает что-то в горло. Я начинаю хрипеть, у меня горло начинает драть. Вот если я не разболеюсь совсем, то, может быть, мы, кстати, и поедем. Наверное, я вам сниму кусочек или какое-нибудь приготовление или влог в этот день. В новогодний, так скажем, предновогодний день. Что я буду делать, как мы будем готовиться и так далее. Я знаю точно, что в этот день я пойду на акву. Собственно, сегодня мой день закончится именно тем, что я пойду на акву. Это такой глупый, я себя не чувствовала уже очень давно. В общем-то, пришел муж с работы, и я ему показала фондюшницу, которая к нам пришла. И я такая говорю, слушайте, здесь вот этот болтик, я как бы не знаю, куда его засунуть. Там есть одна дырочка, но непонятно. В общем, мы с ним ломали голову, смотрели и так, и сяк. И он такой, дурила ты, дурила. В общем, фондюшница должна выглядеть совсем по-другому. Вот эта вот деревянная доска, она, оказывается, крутится. Она не должна стоять ни на столе, то есть не касаться стола. То есть вы можете ее крутить, и вот эти вот чашечки, которые вставляются в дырочки, они перемещаются. В общем, в день, когда мы будем готовить фондю, я вам обязательно покажу, как это все должно выглядеть, потому что я ее уже убрала, разобрала и что-то забыла вам отснять. Вот, так что мне очень понравилось. Теперь она смотрится еще круче. Что она вообще крутится? Это очень классно. Почитали эту книжечку про фондю, и я на самом деле рада, что мы ее купили, потому что там очень много различных рецептов, и они такие классные. Когда ты читаешь и смотришь эти картинки, тебе сразу хочется вообще все приготовить. Девчонки, если вы когда-нибудь готовили дома фондю, или у вас есть фондюшница, и у вас есть какие-то рекомендации, или напутствие нам, как в первый раз это правильно сделать, чтобы нам все понравилось, чтобы не испортить себе, что называется, новогоднюю ночь, то муж такой, слушай, может быть мы попробуем, а то вдруг в новогоднюю ночь, когда мы будем первый раз это делать, у нас ничего не получится, и я останусь голодным. Я такая, не волнуйся, все будет ок. Так что, девчонки, если у вас есть какие-то рекомендации, обязательно напишите мне внизу. Девчонки, ко мне пришла просто нереальной красоты посылочка вот с такими вот губами. Это корейская косметика. Я сама лично ее покупала, это мне не предоставил никто на обзор. Вы, наверное, кто давно меня смотрит, знаете, что я, в принципе, очень люблю корейскую, японскую, всякую такую косметику. Очень интересны мне почему-то их продукты. И вот такая вот масочка для губ, которой я уже, не знаю, чешется руки мне уже попробовать. Здесь много всего. Кстати, порадовало, что очень много различных пробничков. В общем, внутри у меня различные, в основном, крема, сыворотки для лица, для глаз, несколько различных масочек. И, в общем, как-то, да, с борьбой пост-акне, для борьбы с пост-акне, кремчик. В общем, вот такая вот красота. Я обязательно вам расскажу видео о покупке. Внизу я также оставлю ссылочку на этот интернет-магазин, где это можно все заказать, потому что мне нужно было все очень-очень быстро, буквально за два дня, чтобы мне уже все привезли, чтобы я получила и с спокойной душой поехала дальше. Вот, поэтому я очень довольна сервисом этого магазина. В этот же день мне позвонили, как только я сделала заказ, буквально через, по-моему, 10 минут, мне сразу же набрали. Меня набрали и, в общем-то, сказали, где и как, и что. Все подтвердили мой заказ, и вот через два дня, то есть на второй даже день, я уже могла забрать посылку. Это очень-очень классно. Тем более, перед Рождеством и новогодними праздниками, что сервис так быстро сработал, это, в общем, 5 с плюсом. Так что, если мне что-нибудь здесь еще обязательно понравится, я еще обязательно воспользуюсь услугами интернет-магазина. Это не реклама, это мое личное мнение, хотя мы блогеры, и я думаю, что наше личное мнение всегда воспринимается как реклама. Ну, да ладно. Я сейчас, кстати, продолжаю пользоваться вот этой вот серией для лица от Origins. Мне, кстати, нравится эта маска, это у меня крем, и у меня сломалось вот этот вот гельчик, поэтому мне приходится его хранить вот так вот кверх тормашками, потому что я его уронила и сломала сверху вот эту вот заклепку, и если так вот перевернуть, то он просто вытекает. Как видите, у меня осталось совсем немножко, это для жирной и проблемной, по-моему, кожи. Мне нравится, я в восторге, и я хочу сделать отдельное видео вот на эти вот три средства, на маску, крем и вот этот вот гель, потому что это действительно заслуживает внимания. Это супер вещь. И очень печально, что нигде, по-моему, кроме Америки, в общем, сложно купить эти продукты, может быть, в Англии, в Лондоне, да, где-то можно еще купить, я не знаю. Я всем советую попробовать. Вот эта маска, это просто, по-моему, бестселлер, это очень крутая вещь. Она нереально дает увлажнение за ночь, я ее даже не смываю, я ее просто наношу на все лицо перед сном и так вот кложусь спать. И у нее фантастический запах, очень классный. И вот этот вот кремчик тоже очень крутой. Кстати, вот эта вот маска от Планеты Органики, она что-то мне вообще не нравится. Осталось у меня немножко, я вообще думаю, может быть, ее уже выкинуть или добить все-таки, потому что не дает практически никакого эффекта, никакого там глубокого очищения, ничего такого вообще ничем не пахнет. Я расстроена, мне не нравится. Я из окромов достала вот такое вот мыло для рук от Organic Shop, гранатовый браслет. Это у нас, значит, органический экстракт гранаты и масло почули. Наверное, так масло почули пахнет, но запах на руках вообще какой-то нереальный, фантастический. Такое ощущение, что какой-то вообще парфюмированный. Мне очень нравится, такая вот большая колобашка, очень удобно пользоваться и запах очень-очень классный. Я не знаю, может быть, мужчинам не понравится, потому что слишком такой все-таки женский запах, на мой взгляд, и очень интенсивный. У нас началась зима, наконец-таки выпал снег, и снега так прилично на самом деле. Может, я сегодня пойду на прогулку в магазин, еще куда-нибудь и вам засниму какие-нибудь наши зимние пейзажи, покажу. Вот, а вообще хотела сказать, что, наверное, я сделаю обновленное видео о брекетах, потому что опять поступают какие-то вопросы. Если, девчонки, у вас опять появились какие-то еще вопросы ко мне, то обязательно задавайте внизу, и я отвечу на них. И девчонки, мальчишки, если вы думаете ставить себе брекеты или нет, то вы даже не думайте. Если у вас есть финансы и позволяют, то обязательно ставьте. Вы будете счастливы и довольны, там, относите пару лет эти брекеты, зато потом будете с идеальной красивой улыбкой, и вам будет приятно смотреть на себя вообще в зеркало, и вы будете более уверены в себе. Я думаю, что, кстати, люди, у которых не идеальная улыбка. Я не думаю, даже знаю, потому что у меня есть такие друзья-знакомые, у которых не идеальная улыбка, есть какие-то выступающие, так скажем, там, клыки, зубы или еще как-то, они стоят неровно. То у них есть небольшой такой комплекс, они там либо боятся улыбаться, либо говорят, так, эта фотография мне не нравится, здесь у меня выпирает зуб, там, еще что-то, давай еще раз. То есть они не могут позволить себе улыбаться так, как они хотят. Так что, девчонки и мальчишки, не бойтесь, ставьте, и все будет супер, поверьте мне. Сегодня красилась, еще кое-что не убрала, решила вам показать. Мне муж подарил вот эту тушь, которую я хотела, я ее обыскалась у нас в магазинах, потому что она что-то везде закончилась. И он ее нашел. Это тушь от Герлен, вот в такой вот упаковочке. В общем-то, мне она нравится, я не могу сказать, что она вау, и, наверное, я ожидала от нее большего. Так, сейчас у нас будет просто оттаз, если это все упадет, и я испачкаюсь. Оп, так. О, да, это случилось. Вот, вот такая вот здесь щеточка, и, честно говоря, по отзывам я ожидала гораздо большего. Но, в принципе, эффект неплохой на ресницах. Сегодня эта тушь у меня опять на глазах. Я думала, что она будет гораздо более объемной, удлиняющей, но такого почему-то не случилось. Вот эта тушь. Да, здесь, кстати, в коробочку я собрала все, что у меня недавно было приобретено и куплено. Различные лайки. Бибикрем, о котором многие спрашивали от Lumine. У меня, девчонки, я не советую покупать. Я не знаю, снимать ли отдельный обзор на него или нет, или просто рассказать видео о покупках бюджетных. Наверное, я так и сделаю. Вот, в принципе. Сейчас я пользуюсь вот этими кистями от Eka Tools. И встал, в общем-то, вопрос, когда я показывала эти кисти, что у меня не настоящие кисти. Девочки, эти кисти я покупала в Хельсинки, в Стокмане. Я сомневаюсь, что в этом магазине, наверное, продавалась бы подделка. Дело в том, что они обновили версию, сделали другие ручки, и вот эта вот железочка у них сейчас другая. Я специально зашла на сайт и посмотрела, и нашла даже старый вот этот наборчик. А сейчас я немножко новые версии выпускаю. Так что у меня оригинальные, у меня не подделка, никакая там китайская. Все настоящее, как и должно быть. Последние дни мне одолевает просто какое-то дикое желание покрасить волосы. У меня настоящий мой цвет, вот такой вот, все называют его темно-русым. Я не знаю, мне сложно определить цвет моих волос, но я реально хочу покраситься. Мне хочется либо сделать мелирование, потому что в свое время у меня было мелирование, и мне очень нравилось, как это смотрится. Более как-то свежо, как мне кажется, я выгляжу. Либо в более темный цвет, какой-нибудь шоколадный, такой прям темный. У меня тоже был такой цвет уже волос, шоколадный. Я раньше красилась в основном в различные такие шоколадные оттенки, различных тонов. Но волосы смотрелись более темными, чем сейчас. И даже когда я делаю фотографии в инстаграм, иногда я подбираю какой-нибудь фильтр. И мне нравится, где у меня волосы более темные, чем сейчас. Потому что все-таки вот цвет какой-то непонятный, на мой взгляд. Хотя многим нравится. Хотя я понимаю, что сейчас краситься бессмысленно, потому что когда-нибудь наступят те времена, когда полезут седые волосы. Кстати, у моих знакомых уже в 26-25 лет, представляете, вылезают седые волосы. Это вообще какой-то кошмар. Для меня это просто нонсенс. Я считаю, что до 40 лет вообще не должно быть седых волос. И это было бы прекрасно. Но в общем-то, когда полезут седые волосы, тогда я, наверное, и начну краситься. Это вообще стопудово, что называется. Вот, пока что я не буду, наверное, мучить свои волосы. Но идея фикса покраски мне просто не дает покоя. А, и, кстати, недавно прогуливаясь по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге, я зашла в... не гостиный двор, а как это вот? Видите, я даже забыла, как это... как этот магазин называется? В общем, деревьгост напротив гостиного двора. А, из головы просто вылетел. В общем, не суть. Я зашла в Мак. Нужно было срочно просто купить подарок. И там меня встретила моя подписчица. Тебе большой привет, если ты смотришь это видео. Я как-то так растерялась. Я вообще не так часто, в принципе, встречаю своих подписчиков на улице в Питере. Но когда я их встречаю, я просто теряюсь. Я не знаю, что мне делать. Мне как-то непривычно. Мне не то, что мне стыдно. Мне как-то неловко. И я так... Ой, нет, это не я. Ну, то есть, знаешь, такое ощущение какой-то... Какой-то неловкости прежде всего. И только потом, когда я уже осознаю, что меня узнали, что меня смотрит, что смотрит мой видеоблог, мне становится приятно. И как бы я так... Хорошо, молодец. Вот. Но первые, наверное, мысли, это как-то так... Как меня кто-то узнал? В общем, да. Было очень приятно. Тебе огромнейший привет. Может быть, мы еще когда-нибудь с тобой увидимся. Раз я так поняла, что ты работаешь в Маке, то, значит, наверняка когда-нибудь еще увидимся. Вот. Вот такие вот приятные встречи бывают. На сегодня я хочу с вами проститься. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте внизу. И мы увидимся с вами, наверное, уже в предновогоднюю ночь, предновогодний день. Я буду снимать влог. Вот. Всех вас очень сильно люблю и целую. Пока-пока. 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 Пока-пока.